Ну вот, наконец-то гуляю по пляжу, когда здесь солнечно. Мы с вами на территории отеля «Мангровый лес». Работают все бассейны в Китае до 10 вечера. Детскую игровую площадку. Здесь можно покататься. Проходят здесь мастер-классы. Фитнес-клуб. Ресторан морепродуктов. Хороший детский клуб. Бассейн для дайвинг. Георгий, тревел. Большой плавательный бассейн с подогревом. Все очень красиво. В зоне приватных бассейнов. В принципе, похоже, как и везде. Вокруг у вас будет зелень, море, тишина. В уголах, как говорится, огородная. Гоночные болиды. Да, очень красиво. Давайте вместе с вами это и сделаем. Ну вот, наконец-то гуляю по пляжу, когда здесь солнечно. Бухта Ялумбэй. А то я вам показываю либо вечернее, либо когда облачно. Сейчас стоит жара. Все очень хорошо. Как видите, позади меня синее, синее море. Многие меня спрашивают, почему все-таки выбрать бухту Ялумбэй. А многие именно выбирают именно из-за этого. Здесь белый песок, синее море. Здесь очень красиво. И гораздо приятнее атмосфера, нежели, чем в других бухтах. Я, как и говорю, это самая лучшая бухта на Хайнане. Если у вас получается сюда поехать, обязательно едьте сюда. Если не получается, возможно, по бюджету, то приезжайте сюда хотя бы в гости. Берите автобус или такси. Сюда приезжайте, отдыхайте. Многие туристы, кто летят со мной, всегда им советую сюда приехать, чтобы они хотя бы сравнили, как все это выглядит здесь. И в следующий раз, если планировали свое путешествие, уже могли бы понимать целую картинку, куда им ехать и где отдыхать. В общем, идем дальше. Сейчас мы подходим уже к отелю Мангровый лес, про который я тоже несколько слов скажу. По левую сторону у нас отель Горизонт, позади нас отель Мангровый лес, далее нас встретят отель МЖМ и Пулман. Все они здесь находятся на первой береговой линии, естественно, с прямым выходом на свой пляж. Ну, пляж, как говорится, свой в общем, да, но в общем, как и всегда, везде на Хайнане он общий. Но здесь не так много людей отдыхает, а люди все отдыхают, скажем, уже такого другой категории, поэтому бегание с телефонами за вами здесь вряд ли вы встретите, за редким исключением. Вот во всех водных развлечениях, больше всего, чем мне нравится в Китае, то, что они водные мотоциклы не дают тебе одному, а ты должен ехать с этим китайцем сзади, он должен за тебя держаться. Яхта ездила, блин, неприятное ощущение, никакого кайфа в этом нету. Сзади он сидит своим балластом, соответственно, со своей женой или девушкой ты тоже не можешь проехаться, либо два мотоцикла бери. Короче, вот это очень сильно напрягает, и даже в этой бухте Ялунгбэй история такая же, как в других бухтах. С правой стороны меня это отель Горизон, о котором я уже рассказывал. Далее идет отель Мангровый лес, далее у нас идет отель МГМ, метро Голденмайер. Это, наверное, основные отели, которые стоят на первой береговой линии, с прямым выходом на пляж. Поэтому здесь с этим никакого вопроса у вас не будет. Какой отель вам порекомендовать? Я уже в некоторых видео говорил, Мангровый лес я рекомендую тем, кто хочет совместить городской отдых и пляжный. И предлагаю Мангровый лес взять в бухте Саньябэй, которая находится в центре города. Сюда же ездит бесплатный шаттл два раза в день, и вы в бухте Ялунгбэй. Это очень удобно, чтобы быть в разных местах. Если вы такой активный турист, пожалуйста, мне кажется, идеальное размещение. Но в целом сейчас цены у них стали более адекватные. В некоторые периоды можно брать здесь отдельно Мангровый лес. У него огромная здесь территория тоже. Можно прям здесь и отдыхать. Отель Горизонт очень часто спрашивают мы туристы. И мне его, как говорится, приходится продавать. В принципе, он такой же хороший и большой по территории. Он, наверное, более старенький, но тем не менее, как бы, достаточно хороший. Не всегда он есть у всех операторов и не всегда есть он по адекватной цене. Потому что, ну, менеджмент отеля, как бы, тоже к турпакетным историям российским относится так, как бы, немножко со странностями, скажу так. Вот, поэтому, если выбирать вот из этих двух отелей, я бы, наверное, Мангровый лес остановился. Он по цене, как бы, достаточно хороший. Сейчас он на букинге стоит, мы смотрели около 6 тысяч рублей, вот, на всю нашу семью один день. Примерно такая цена и составит у вас в турпакете. Ну, вот, я поднимаюсь с пляжа. Мы с вами на территории отеля Мангровый лес. Посмотрите, какая у него огромная здесь огромная зеленая территория большая. Это все он. Вот тот отель у нас Горизонт, а вот начинается Мангровый лес, Мангровый лес, Мангровый лес, Мангровый лес и так далее. Это все Мангровый лес. Здесь есть много бассейнов. Есть приватные бассейны, есть общие бассейны. Здесь есть бассейн глубокий для плавания. Он теплый с подогревом. Вчера вечером мы шли, там люди плавали, работают все бассейны в Китае, напоминаю. Как правило, до 10 вечера. Это очень удобно, если вы любитель вечернего отдыха. Потому что, например, в другой Азии, таких как Таиланде, Вьетнаме или мы возьмем даже Турцию, все бассейны закрываются в 6 часов, как стемнело. То на Хайнане, в основном во всех отелях, бассейны закрываются очень поздно. Как правило, среднее время это 22 часа. Сейчас мы подойдем, я вам покажу детскую игровую площадку, которая находится на улице. Здесь можно будет поиграть как со всем маленьким, так и детям побольше. Ну вот видите, здесь есть указатели, лобби, где можно пообедать, море куда, где бассейны. Здесь вот очень часто расположены такие гамаки, в которых очень приятно и удобно побежать. Так что вы можете наслаждаться отдыхом где угодно на территории отеля Мангровый лес. Вокруг у вас будет зелень, море, тишина и птички поют. Ну вот нас встречает уже губка Боб, а это означает, что мы пришли на детскую игровую площадку отеля Мангровый 3. Итак, что здесь есть? Давайте я вам покажу. Здесь есть большая игровая зона, для детей, наверное, постарше, скажем так, от 3 лет и старше. Ну хотя наш малыш вчера здесь уже лазил в полтора года, в чем ему помогали успешно наши дети постарше, ну и, конечно, мама с папой. Здесь можно покататься, он находится в тени пальм, кстати, момент, очень часто бывают детские горки, расположены не только вот в этой стороне, в других я видел, на вспаляющем солнце, где невозможно просто даже поиграть, потому что ты подходишь, этот весь пластик жестко нагревается, а дети только присаживаются, ошпариваются, убегают. Здесь он, заметьте, он находится в тени пальм, поэтому здесь можно спокойно поиграть. Ну вот, городок чуть поменьше, вот такие веселые лошадки карусели, проходят здесь мастер-классы, где можно занять ребенка рисованием или разукрасить что-либо, например, майку. Вот здесь есть зона для совсем маленьких детей, где будет им безопасно поиграть, вот есть там небольшие горки, ну, скажем, все, что надо есть. Покрытие здесь безопасное, в Москве очень часто такое покрытие на всех площадках прорезиненное. Здесь также ходит вот такой паровозик по территории, ну, скажем, уже, в принципе, есть куда отправить своих детей, куда направить их энергию, так что никакой вопросов нет. Ну вот, рядом проходим еще одна достопримечательность, конечно, это туалет, обязательно должен быть с детской площадкой, чтобы никуда не бегать. Вот, как и говорил, друзья, бассейны здесь все работают с 8 до 22.00, здесь у нас находится большой плавательный бассейн, он именно с подогревом. Здесь можно поплавать с своими детьми хоть утром, хоть вечером, ну, или просто заняться спортом. Бассейн этот очень чистый, синий, но, как говорил, глубокий, то есть здесь с детьми, если плавать только с помощью кругов, там, и спасательных устройств, одних детей сюда точно отправлять нельзя, ну, а вы можете спокойно вместе с ними или самостоятельно, как говорил, здесь уже искупаться. Ну, а мы с вами поднимаемся еще к одной территории отеля Мангревый лес. Здесь есть небольшие приватные бассейны и есть бассейн для дайвинга, вот что примечательно. Здесь огромный бассейн для дайвинга, это отдельные занятия, если здесь будет видно, не знаю, здесь стена с кораллами всевозможными, то есть здесь достаточно большая глубина, около 4 метров. Здесь можно заняться отдельно дайвингом, вот я вижу уже там цены, цены от 280 до 680 юаней с человека, в зависимости, наверное, от того, какая программа и чем вы хотите заняться. Вот нам разрешили пройти сюда, вот покажу здесь, такая достаточно большая глубина, видите, здесь, наверное, больше 5 метров, ну, 4 здесь точно есть, как в обычном бассейне. Вот уже видно там кораллы всевозможные, морские звезды, то есть здесь именно бассейн для дайвинга, то есть если вам стало скучно просто отдыхать в отеле, вы можете просто взять и купить эту услугу, обучиться дайвингу и, скорее всего, да не скорее, 100%, здесь можно получить сразу сертификат, если у вас достаточно большой период отдыха, вы можете здесь получить сертификат по дайвингу и в следующих странах уже спокойно с этим сертификатом ездить на экскурсии и плавать, погружаться там, но уже в совсем других интересных местах. Вот с этого ракурса лучше видно это подводное царство, именно здесь, именно здесь можно научиться дайвингу, попробовать себя в роли дайвера, безопасно, не то чтобы в открытом море, если вы еще не пробовали, это как раз то самое место, где с опытным инструктором вы можете обучиться дайвингу и в дальнейшем, если захотите, даже получить сертификат международного образца и в следующих странах уже погружаться спокойно, не боясь и в очень интересных местах. Напомню, что сертификат по дайвингу, если у вас есть на руках, он дает вам возможность погружаться на более глубокие глубины, в более интересных местах, например, как мы были в Таиланде, все погружались просто в обычной такой зоне, где кораллы, рифы и все остальное, дальше отплываем, и люди, у кого были сертификаты, они погружались на затонувшем корабле. А вот все эти хорошие, красивые кадры, где вы погружаетесь к самолетам, к затонувшим кораблям или к каким-то интересным вещам, они, как правило, не входят в программу обычного дайвинга, они входят в программу у тех, у кого есть сертификат по дайвингу. Поэтому, если вы заядлый турист и любите морские приключения и дайвинг, обязательно получайте сертификат по дайвингу, это вам поможет во всем мире пользоваться вот такой классной услугой, сервисом, как дайвинг. Так что рекомендую. Ну вот, мы подошли к зоне приватных бассейнов, то есть здесь уже тихо, спокойно, в правом крыле отеля Мангровый лес находится вот эта зона, здесь есть бассейны различной глубины с пологим входом, пожалуйста, есть шезлонги, здесь можно тихо, спокойно отдохнуть, чтобы вам никто не мешал. Сейчас здесь никого нет, потому что время еще рано идет завтрак, многие ушли на море, сегодня очень хорошая погода, вчера было немного прохладно, а сегодня уже отличная погода. И хочу еще показать такую особенность, если вы здесь, допустим, ну в гостях присматриваетесь к этому отелю, или вы живете там на первых этажах, вам хочется посмотреть более интересный вид, у отеля есть вот такие переходы, на них можно подняться без проблем и посмотреть уже вид сверху в ту или иную сторону. Давайте вместе с вами это и сделаем. Ну вот, мы с вами поднялись на седьмой этаж, это максимальная высота, которая здесь есть, но, поверьте, здесь не так уж и низко. Сейчас мы с вами пройдем, я покажу тот пролет, в котором откроется весь вид на бухту, на территорию отеля, и будет очень высоко. Вот здесь открывается вид на Йеллом Бэй, с его обратной частью от моря. Здесь на территории Мангровый лес есть какие-то посадки, грядки, люди ходят и смотрят интересно, здесь даже стоит пугало, как говорится, огородное. В общем, красивый панорамный вид, можете сюда зайти и посмотреть, есть ли ваш отель, или точнее ваш номер, не на высоком этаже. Ну а с этой стороны открывается прекрасный вид на бухту Йеллом Бэй, территорию отеля также, здесь тоже можно полюбоваться этим видом. Да, очень красиво. Здесь реально очень красивое море, правда. Ну давайте, пойдемте дальше. Ну а мы с вами спускаемся в Kids Club, который находится на B1 этаже, то есть на минус первом этаже. Ну вот, я приехал на минус первый этаж, у нас здесь детский клуб, сейчас я вам покажу, что здесь есть. Ну и здесь есть комната для переодевания, детская зона, естественно, надо разуться. О, здесь стоят гоночные болиды, на которых можно погонять, уже сразу вижу, вот смотрите, как круто. В общем, есть аттракционы, как компьютерные, так и есть большая, длинная, такая игровая зона, вытянутая вдоль всего этого клуба, где можно побегать, ну, как обычно, знаете, вот эти городки, вот видите, да, можно здесь побегать, поиграть детям. Достаточно большой детский клуб игровой, интересное место, горки, еще одна зона, здесь можно почитать книжки. Ну, в общем, хороший детский клуб, всем оснащен, считаю, здесь как минимум часа детям будет достаточно, чтобы освоить все, поэтому на час их можно все отправить, все достаточно безопасно, здесь есть персонал, который может присмотреть за вашими детьми. Конечно, оставлять их полностью одних я не рекомендую, особенно если они у вас совсем маленькие, но, тем не менее, можно хотя бы позаниматься какими-то своими делами на территории здесь, дети спокойно побегают по этому детскому клубу. На территории отеля есть несколько ресторанов, китайский есть ресторан, есть тайский ресторан, есть ресторан китайской кухни, ресторан морепродуктов и так далее. Естественно, специальные цены всегда для гостей, проживающих в этом отеле, цены, в принципе, похожи, как и везде. Плюс-минус в районе 200 юаней за ужин шведский стол, поэтому, если не хотите никуда идти, я думаю, это достаточно выгодное предложение, потому что, едя куда-то в кафе, вы примерно те же самые деньги можете отдать. Но здесь у вас не будет никаких ограничений. Ну, в общем, наверное, вкратце и все, что я хотел показать по этому отелю. Думаю, стало все понятно. Сейчас мое завершающее резюме по данному отелю и пойдем дальше. Итак, дорогие друзья, мы с вами посетили отель «Мангровый лес» в бухте Ялунгбэй. Что хочу сказать по резюме. Это огромная территория отеля с множеством количества бассейнов, с двумя большими детскими микровыми комнатами, с множеством количеством ресторанов, от китайской до вьетнамской и тайландской кухни. Здесь есть все, что необходимо. Есть фитнес-клубы и так далее. То есть территория отеля и инфраструктура отеля очень-очень развита. Что касаемо номеров. Номера здесь очень хорошие, большие, просторные. Ну, 5 звезд 100% здесь есть. Кому стоит выбрать этот отель? Этот отель хорошо подойдет тем, кто хочет находиться в премиальной этой бухте Ялунгбэй, наслаждаться белоснежным песком, синим морем, а также жить на первой линии. Поэтому этот отель стоит выбрать тем, кто хочет жить в бухте Ялунгбэй на первой линии. Потому что цена данного отеля будет, наверное, самая приемлемая. Территория отеля очень большая. Я здесь был несколько лет назад. Мне показалось, что здесь было немного неухожено. Сейчас здесь все очень-очень прекрасно. Зеленые лужайки, все очень красиво. И я сейчас рекомендую этот отель даже больше, чем отель Горизонт. Что еще хочу сказать по данному отелю? Данный отель, как вы помните, я предлагал многим своим туристам совместить с отелем в Санья Бэй. В Санья Бэй есть такой же отель Мангровый лес, на территории которого расположен аквапарк Амазон. Оттуда возят туристов совершенно бесплатно вот в эту бухту, именно в этот отель два раза в день на бесплатном трансфере, чтобы туристы могли и отдыхающие отеля провести свой отдых на пляже. Поэтому смотрите, как будет выгодно. Я всегда вам порекомендую, как выбрать лучшее и какое выбрать время для посещения этих отелей. Потому что бывает очень выгоден отель в Санья Бэй и сюда вас будут привозить. Но бывают здесь хорошие очень цены и сразу можете жить здесь на первой линии. Ну что, в завершение скажу, что я являюсь полноценным турагентством. Моя компания называется Георгиев Тревел. Меня зовут Павел Георгиев. Я всегда 24 на 7 на связи. Всегда помогаю по всем вопросам. Работаю с проверенными надежными туроператорами. Помогаю составить свой собственный турпакет. Отправить сюда вас с индивидуальной визой. Вы можете забронировать отдельно здесь отель или можем составить отдельно с вами перелет. Мои ссылки всегда под видео. Есть прямой ватсап. Можете мне написать в комментарии. Можете поставить обязательно лайк. Подпишитесь на мой канал. Вас ждут новые выпуски. Ну а мы увидимся с вами в новых видео. С вами был Павел Георгиев. Компания Георгиев Тревел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok